Всем привет! Сегодня 24 февраля, Московская область. Высеваю две цветочные культуры. Это Леатрис фламинка, многолетник, высокорослое растение и камнеломка аренца. Это почвопокровное растение высотой около 15 см. У меня этих цветов никогда не было на участке, тем более я никогда их не выращивала из семян. Я знаю, что Леатрис можно купить уже готовыми клубеньками. В Москве стоимость клубенька от 150 рублей. Также камнеломку можно купить уже в рассаде. Стаканчик на 0,4 мл в рассаде стоит от 200 рублей и выше. В общем, все можно купить готовое, но я решила вырастить из семян. Итак, посев я начну с камнеломки. Это отличный почвопокровник. Я вживую его видела на альпийских горках. Отлично смотрится среди камней. Образуют такие зеленые густые заросли. И они просто усыпаны белыми мелкими цветочками. Семена от фирмы Поиск. Купила два пакетика. И вам сейчас покажу сами семена. Семена очень пыльные, черного цвета. Семена похожи на лабелию. Мне кажется, они еще мельче. Высыпала именно в такой высокий маленький стаканчик. Сейчас покажу для чего. Значит, ложку приготовила не сильно глубокую. Здесь у меня своя земля. Но я разбавила еще торфом. То есть сделала ее полегче. Пролила, конечно же. Сделала такие небольшие борозды. Также я сделала здесь отверстие. На всякий случай. Потому что семена я сею впервые. Все, земля здесь увлажнена. Почему я взяла такой маленький стаканчик с высокими бортиками? Потому что я хочу семена разбавить с песком. Чтобы более или менее мне посеять разрежено. Потому что из общей этой плошки я буду семена рассаживать в отдельные стаканчики по 2-3 растения максимум. И чтобы все-таки удобно было мне потом все это делать, я семена разбавляю песочком. Вот. Небольшое количество песка. Потому что чем гуще посадишь, тем сложнее будет ее рассаживать. Это мое такое мнение. Все. И хорошо видно на белом песке черные вкрапления. Вот как раз это и есть семена. Так. Теперь беру... Пальцами даже не хочу вот так сеять. Потому что бороздочки очень узкие. И 100% они засеются у меня еще между бороздами. Поэтому я беру вот такой инструментик. Этот пластилин у ребенка взяла. И сразу высыпаю в борозды. Мне кажется так удобнее. Семена я решила смешать с песком. Но, во-первых, посевы получаются более разреженные. Во-вторых, такие пыльные семена сеются только поверхностно. Они прорастают по цветам. И, тем более, на пакетике с семенами написано, что сверху слегка нужно семена присыпать песочком. Поэтому вот так у меня получилось. Я надеюсь, сходу будут хорошие. А вообще, у кого есть опыт выращивания этих культур и семян, пишите в комментариях. Интересно будет почитать. Все. Теперь я накрываю все клеенкой. Ставлю в теплое место. И, конечно же, под лампы. Следующий многолетний, который буду высевать, это Леатрис. У меня цвет розово-сиреневый. Еще я видела белые. Очень красиво смотрится. И в миксе с этим цветом будет великолепно в кумбе смотреться. Но начнем пока с этого сорта. Купила два пакетика семена от Аэлиты. Семян из двух пакетов не столь их и много. Но они крупные. Одно удовольствие селить такие семена. Так, плошку приготовила. Половина плошки. Земли. Собственное приготовление. Дренажных отверстий здесь нет. Как раз эту землю я уже торфом не разбавляла. Потому что семена крупные. Будет хорошо. Пролила с вечера землю. Любым биофунгицидом. И сделала тоже бороздочки. Семена, так как семена Леатриса крупные. И на пакетике написано, что заглублять их в почву при посеве нужно на один на два сантиметра. Раскладываю пинцетом на расстоянии. Примерно не знаю, у меня здесь сантиметр или полтора. И так, семена я разложила. Так как я их раскладывала плашмя, то расстояние, конечно, получилось меньше. Вот так. Довольно-таки быстро, потому что они крупные. Так, как написано на пакетике, что заделка в один-два сантиметра. Я просто накрываю борозды этой землей. Но ее здесь получится мало. Поэтому я сейчас еще сверху подцеплю земли. Вот я приготовила. Подбавила в свою землю торф. Для более легкости такой. Когда будет сходить, чтобы не сложно было семенам зайти. Чтобы земля не тяжелая была. И сверху я еще более легкой землей присыплю. Потому что здесь маленькая заделка получится. Так. И сверху полувлажным торфом землей. Я читала, что Леатрис в первый год посева не цветет. То есть это такой, можно сказать, многолетник-двухлетник. То есть будет зацветать. У меня он только зацветет на следующий год. Посмотрим. Пишет, что растения, цветы эти неприхотливые. И никто их не ест. Ничем они в принципе не болеют. Посмотрим. Но цветок мне этот очень понравился. Вживую я его не видела. Смотрела на видео. И я прям захотела его себе. Многие пишут, что проще купить клубеньки. Не заморачиваться с семенами. Не знаю. Я решила все-таки посеять через семена. А первый год почему не зацветает? Потому что это растение. У него корневище в виде клубеньков. И первый год он наращивает именно эти клубеньки. А потом уже на следующий год он начинает зацветать. Все. И слегка я утрамбовала почву. Получается так. Я сверху поливать не буду. Потому что земля у меня здесь очень влажная. Этого будет достаточно. Сверху сейчас я тоже прикрою. И поставлю в теплое место. Конечно, все, что мы накрыли землей, можно сразу под лампы не ставить. Но чтобы не пропустить всходы, если будет это теплое и светлое место под лампами, это самый лучший вариант. Сегодня я посеяла такие замечательные многолетние растения. Очень хочется, чтобы были хорошие всходы. И мне удалось их высадить уже в будущий цветник. Ну а если вы выращивали семян, пишите в комментариях, пообсуждаем. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok